Здравствуйте, дорогие друзья! Вместе с вами хочу сегодня защитить все то, чем Бог нас благословил. Дело в том, что написано, что воздаяние его пред его лицом, а награды его с ним. И вот тогда, когда награду мы получим на небесах, а воздаяние перед его лицом, то мы живем сейчас в сезон воздаяния. И поэтому ты можешь с Богом разговаривать о том, что ты уже имеешь, как дар от него, потому что он рукам нашим дает способность. Приобретать богатство или трудиться, или быть благословением и так далее. Это все его часть, проходящая через нас. Но тогда, когда мы что-то приобрели, нам важно, чтобы оно еще и было у нас для пользования, чтобы мы могли полноценно этим пользоваться, чтобы никто не посягнул на наше имущество, чтобы не было даже в намерениях врага, хотя нам эти намерения известны, но Божье намерение не может быть остановлено, а вражеское намерение мы можем останавливать. Человек полагает предел тьме, и мы это помним. И я предлагаю вам сегодня поднимать жезл, когда мы будем молиться об этом. Жезл власти. И помните, мы говорили в одни Моисея, Бог ему сказал взять с собой жезл и простирать его, поднимать его перед фараоном, а потом перед морем, чтобы оно раступилось. И сегодня мы с взятым в руки жезлом будем молиться на основании того, что написано в 65 главе Исаии. Мы уже что-то оттуда брали, но я сейчас хочу взять текст чуть побольше. «И будут строить дома и жить в них, насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева. И избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе. Ибо будут семенем благословенным от Господа. И потомки их с ними. И будет прежде, нежели они о вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, я уже услышу». Друзья мои, мы продолжаем молиться, а Бог говорит, я отвечу, я услышу. Даже прежде, чем вы вас зовете, потому что вы уже согласились в этом двигаться. И мы сейчас защитим наше имущество, которое дал нам Бог, и наших детей, рожденных в наших семьях, чтобы планы врага на них не состоялись. Молясь сегодня за себя и за свои семьи, мы молимся и за общество, за тех, за кого некому молиться, а мы заступаемся за них и забираем в число спасенных ту молодежь, тех взрослых людей и тех детей, кому надо принять спасение. Небесный Отец, мы берем жезл власти, которым ты нас наделил, наградил, и говорим, дьявол, мы не отдаем тебе все то, что стало воздаянием нашим в нашу жизнь от Господа. Мы приняли от Бога благословение, и мы защищаем это имущество. Оно не будет разорено, оно не будет повреждено, оно не будет никем овладеваемо, потому что мы берем от Господа эту неприкосновенность, как представители дипломатического корпуса. Мы жители планеты Земля, но граждане небес, и потому мы здесь под защитой Божьих крыл, и говорим, к нашему имуществу не прикоснется никакой злой замысел во имя Иисуса Христа. И мы аннулируем эти законы, мы аннулируем действия этих нечистых планов, и говорим, намерение врага не состоится и не сбудется. Благодарю тебя, Господь, что мы молимся, а ты творишь результат. И говори, сказал и пообещал, и сделаешь. Поставь печать на эти слова, и ангелам твоим дай повеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. Продолжаем молиться и благословлять нашего Бога. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова